С каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Погнали. Люди и монстры живут в одном мире. Люди узнают, что монстры способны поглощать души умершего человека и наращивать неимоверные силы. Из страха этого люди объявляют монстрам войну и крайне просто их убивают. Оставшихся монстров люди заточают под землю при помощи волшебных ворот. Человек может пройти через них, когда пожелает, но в итоге выживет лишь та раса, которая сможет поглотить души другой. Чтобы разрушить ворота, нужно семь человеческих душ. Монстрами правит король Асгор, королева Ториэль и их сын Азриэль. Чара, бесполый человеческий психопат, проваливается в мир монстров и встречает Азриэля. Король с королеву усыновляют Чару, которая скрывает свои психопатические наклонности и ведет себя как настоящая паинька. Затем она пытается уговорить Азриэля поглотить ее душу, чтобы он прошел вместе с ней через ворота и увидел цветы в своей старой деревне. На самом же деле, она планирует взять только Градио Азриэля и убить всех на поверхности. И все идет по плану, пока пара и правда не попадает в деревню. Тогда Чара теряет контроль над действиями Азриэля. Люди на него нападают, подумав, что он убил Чару. Азриэль не защищается, посему люди смертельно его ранят. И он умирает, упав на цветочное поле. Азгар от горя и гнева приказывает убивать всех людей, упавших в мир монстров, и забирать их души. При помощи этих душ он хочет набрать сил, разрушить ворота и отомстить человечеству. Он ловит души шестерых людей, в то время как нужно семь. Туриэль противны действия мужа, и она уходит от него. Альфис, монстр, похожий на рептилию, извлекает из человеческих душ... Ну окей, это мы все знаем. ...и водит в один из цветков с поляна Килни Разриэль. Ничего не выходит, и он садит цветок назад. Однако, в тайне от монстров, цветок обретает разум и память Азриэля, не имея при этом души. Цветок зовут Флауи, он не Азриэль, а лишь его оболочка и воспоминания. Он обнаруживает, что способен сохранять и бастирать различные моменты временной линии. При помощи своих сил он пытается помогать людям, но не испытывает от этого удовлетворения. Тогда он пытает и мучить монстров, что нравится ему намного больше. Седьмой человек поймёт Фриск, падает в обитель монстров и отправляется в путь, чтобы оттуда выбраться. Флауи знакомится с Фриском, и пытается убедить его, что в подземном мире выживает сильнейший. Фриск, правильно так сказать? Фриск выберет выбор, покинуть мир монстров ценой жизни, перебить всех оставшихся монстров, или же заключить мир между ними и людьми. Если Фриск выберет мир, Флауи поймает всех монстров подземелья и потребует шесть человеческих душ, а затем убьёт всех этих монстров и поглотит и их души. За счёт чего Азриэль наберёт силу и возродится в облике Азриэля Дриммера. Ужас. Мы этого не знали. Ну окей. Благодаря полученной силе Азриэль чувствует поток позитивных эмоций. При помощи Фриска он понимает, сколько зла причинил. Тогда он ломает ворота. Тарик, вот эта анимация. Мне нравится, как сделано. Очень качественно. И все души монстров. Сам превращается обратно в цветок, а люди и монстры живут в мире. И это Андердейл за три минуты. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться за... Окей. На самом деле, блин, всё это, конечно, мы уже знаем. В основном почти все. Но для некоторых будет разъяснением то, что Чара действительно плохой персонаж. Я не знаю, почему люди пишут, Чара неплохая, Чара хорошая. Да чем она хорошая? Она заставила, блин, Азриэля пойти убивать. Ну это же даже написано в сюжете. Даже говорится об этом. Ребята, пожалуйста, будьте более внимательными. Потому что, действительно, говоришь, что Чара хороший персонаж, когда она появляется в конце геноцида и хочет уничтожить весь мир. Это уже даёт звоночек, что Чара не является хорошим персонажем. И то, что именно Чара нанесет второй удар по Сансу. Потому что именно она нанесла второй удар по Сансу, уже захватив, считая, наше тело. Это тоже звоночек, что это, блин, ничего хорошего в ней нет. Мы не управляли уже персонажем. Мы управляем именно Фриск. Чара мы не управляем. Поэтому Чара является негативным персонажем. Надеюсь, мы это разъяснили на раз и навсегда. И не будет каких-то холиваров в чате и пыры-пыры там. А! Ссылочка, короче, как обычно, на оригинал в описании. Точнее, на перевод. Если вам понравилось видос, то там перейдите в описании. Лайк поставьте. Теоружий пёт, подпишитесь. А если вам понравилось, моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк. Подписаться на мою группу ВКонтакте и на мою личную страничку ВКонтакте. И будь молодцом. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok